Здравствуйте, друзья! Тема сегодняшнего выпуска – интимное здоровье. Я обратила внимание, что очень многих людей волнует тема интимного здоровья, безопасности, особенно если человек занимается сексом не с одним партнером. И во многих ваших комментариях просто сквозит такой страх перед сексом, потому что обязательно заболеешь, если вдруг займешься сексом с человеком, которого не знаешь. И чтобы развеять ваши страхи, дать какую-то информацию грамотную, я пригласила к себе врача, дерматовенеролога, это практикующий врач. Более того, человек занимается научной работой по теме кардиоваскулярного сифилиса. То есть человек очень сильно в теме. Это Крижанадзе Георгий Николаевич. Я ему задала вопросы, он о них ответил, и я рада предложить сейчас мое интервью с ним вашему вниманию. Здравствуйте, Георгий. Спасибо вам огромное, что пришли ко мне. У меня очень много к вам вопросов. И начнем с такого. Почему вы вообще выбрали медицину в своей профессии? Потому что я знаю, у вас еще есть лингвистическое образование, и вы могли быть переводчиком. И более того, выбрали такую специализацию. Это очень интересно. Здравствуйте. Ну, во-первых, конечно, медицина. То есть врач – это специальность, да, все-таки такая элитная и ответственная. Самое главное. И, конечно, мне всегда хотелось именно помогать людям, то есть как-то облегчать страдания. Что касается венерических болезней, то это, в общем-то, довольно модернизированное, современное направление. И это каждого человека касается. Уж каждый человек когда-то наблюдался в какой-то клинике с кожными заболеваниями, у кого-то там аллергия была или какие-то другие проявления. Ну, или там с каким-нибудь, там, не знаю, кандидозом или еще с какими-то венерическими. Уж каждому приходилось когда-то наблюдаться вот у такого специалиста. Георгий, вот вы меня просто спросите. Вот я думаю, я пойду, значит, резать людей и спасать им жизни, там, вырезая всякие плохие органы. Или нет, я вот там по микробам в такую интимную область. Все-таки вот какой-то выбор-то тут. Нет, резать это точно не мое, потому что я сразу понял, что вот когда все-таки у меня был выбор, когда у нас была хирургия, что все-таки резать у меня не получится. Хотя я прекрасно понимаю, что каждый врач должен уметь оказывать элементарную какую-то помощь, где может понадобиться как раз-таки навыки резания. Но тем не менее, все-таки, да, мир микробов и мир эстетики, он мне как-то ближе. Понятно. Мир микробов более эстетичен. Тут я согласна. Так вот, мою аудиторию, вот, безусловно, всех волнует один вопрос. Если заниматься сексом не с одним партнером, как уберечь себя от болезни? То есть это вообще, ну, возможно нормально оставаться здоровым? Или это страшное дело, минное поле, обязательно подорвешься? Есть базовые законы, вот, венерологии, которые желательно соблюдать, вот эти базовые законы венерических, то есть венерологии, чтобы не возникало именно вот, то есть заражение и не возникало проблем, то есть заболеваний. Говорит, что это прям поле, усеянное микробами, но мы все состоим из микробов, да, и так или иначе. И, конечно, есть определенные ситуации, когда действительно вот эти базовые законы венерологии, они не соблюдаются. То есть, к большому сожалению, это вот проблема, и сейчас она очень актуальная. Несмотря на наличие все-таки различных методов защиты, которые существуют, которые все знают, но тем не менее все-таки вот не придерживаются вот этих элементарных правил, да, многие. История презерватива очень такая долгая и длинная. И это средство на сегодняшний день остается, было и будет самым надежным способом защиты. Что касается различных антисептиков, их тоже много, да, начиная там от гибетана, меристония и актенисепта вот сейчас довольно такой тоже распространенный. Ну, грубо говоря, все вот эти антисептики, их много, да, тоже помогают. То есть это тоже профилактика. И вообще эту профилактику можно разделить на первичную, вторичную и так далее. То есть... В народе распространены средства, как лоргексидин, миромистин. Да, миромистин, это все относится к антисептическим, да, к антисептикам, которые, конечно же, нужно использовать, потому что вот они также помогают, да, при, опять же, определенных ситуациях. И к методам профилактики еще относятся, конечно, препараты, то есть таблетированные фор, таблетки, инъекции. Но все-таки эти таблетки самостоятельно не очень хорошо применять. Желательно, чтобы все-таки врач назначал эти препараты. Потому что именно для профилактики, да, распространения вот этих болезней. Опять же, это все профилактика. Вот смотрите, и так, я одинокая женщина, я одинокий мужчина, я решил пойти на свидание, и оно вот приведет сейчас к сексу. Мне, что мне нужно иметь с собой в кармане? То есть для того, чтобы я себя чувствовал спокойно. Презерватив, я поняла. Может быть, и у девушки, и у мальчика. И что-то еще? Антисептические. То есть должны быть обязательно средства антисептики. Вот. Ну, конечно, если есть возможность с человеком, с которым вступаешь в контакт, все-таки как-то пообщаться, да, узнать, как-то провести исследование, наверное, анализы. Это очень перед вступлением в половой контакт, наверное, не всем, скажем так, времени просто не у всех хватает. Конечно, это наиболее такой желательный, скажем так, вариант развития событий. Вот. Либо, ну, в конце концов, там, как-то все-таки там бывает, что делают анализы, там, у кого-то там чуть ли не... Да вы что? Да, там есть всякие доказательства, там, из интернета, там, распечатывают даже, с собой носят, допустим, да. Ну, то есть у меня пациенты вот так говорили, что да. То есть... Или дайте мне там анализы, к примеру, пациенты говорят, мы сделаем ксеркс, чтобы показать, что все там у нас хорошо. Да, все хорошо. Ну, грубо говоря, да. А вот справка называют. Да. Ну, то есть, в принципе, если у меня с собой там мерамистинные презервативы, я пошел, я, в общем, могу быть спокоен. И вот самое главное, что бояться все, что есть страшные болезни. И что вот, а же все равно презерватив не спасает, там, и вообще это ужас-ужас. И потом заболеешь и не вылечишься никогда. И вообще вот прямо настолько нужно мнение врача. Слава богу, есть в медицине, во-первых, методы, да, и профилактики, и лечения. И, конечно же, ну, по поводу инфекционных заболеваний, в частности, вот гепатиты и ВИЧ, наверное, может быть, больше расскажут инфекционисты. Но хотя это смежная с нами очень специальность, и это тоже вид заболеваний, передающийся половым путем. Но именно как вот венеролог, то есть конкретно занимающийся вообще сифилитической инфекцией, конечно, я бы сказал, что здесь такого вот необратимого, чего-то страшного, да, там, что все, жизнь заканчивается, такого нету, конечно. Ну, я считаю, что в отношении фобий, да, то есть есть определенная группа заболеваний, я бы даже сказал, что все-таки есть одно заболевание, которое точно ВИЧ-инфекция, то есть вирус иммунодефицита человека, которого многие боятся, так называемая ретровирусофобия или спидофобия. Спидофобия, да, это действительно есть и при определенных, опять же, ситуациях, в определенных группах, контингентах, конечно же, есть боязнь, да, этого вируса. Хотя сам по себе вирус, да, он не так-то легко и передается, но тем не менее, вот именно вот это вот понятие фобия, вот насчет сифилидофобии уже меньше как раз дискуссий, да, ведется, чем по поводу спидофобии. Вот это вот заболевание как вызывает именно фобию. Все остальные заболевания, передающиеся половым путем, у пациентов не вызывают таких, все-таки... Ну, реакции бурных нет, да. Да, то есть таких страхов, хотя вот в отношении сифилиса, например, стоило бы, да, там, задуматься, или там папиллома вирусной инфекции, то же самое, но тем не менее, все-таки вот, да, нет такого вот прям трепетания, да, там, мыслей таких. Конечно же, есть вот здесь уже грань, да, когда все-таки должен не только дерматовенеролог, допустим, я, что в этой ситуации? Я говорю, что да, вот там у вас был такой-то контакт, такой-то характер контакта, было вот это, это, допустим, да, но если все-таки уже, я понимаю, что у человека вот действительно там какие-то страхи, чуть ли не панические атаки, это уже все-таки больше, да, там, невролог, психотерапевт, и некоторых должен консультировать и психиатр. Есть заболевания, которые прекрасно лечатся на сегодняшний день, благодаря, опять же, появлению и антибиотиков, и еще есть профилактические мероприятия, то есть, когда пациент приходит и говорит о том, что да, у него там был, грубо говоря, контакт, и вот помогите, что в этой ситуации делать, но при этом не было ни антисептика, ни презерватива, да, бывают и такие ситуации, а некоторые целенаправленно идут на это, то есть, они не предохраняются, потому что у них действительно вот есть желание получать именно ощущения от секса без каких-либо там мыслей о том, что с ними дальше будет происходить. И тогда вот мы проводим просто профилактическое лечение, да, превентивное лечение, то есть, существует много разных методов, нету, скорее, может быть, сексуального именно воспитания, то есть, нету понимания того, что такое вообще инфекции, передающиеся половым путем, то есть, нет базовых элементарных знаний и законов венерологии, вот этого нету, потому что если, в общем-то, понимают, вот понимает контингент, который вступает в половые контакты, да, периодически, что нужно соблюдать эти элементарные базовые законы, которые, в общем-то, изучались, и не я первый, кто об этом говорит, об этом многие говорили, но именно соблюдая вот эти базовые законы венерологии, как правило, как правило всегда, все должно быть хорошо, все-таки врач, он должен что сделать, он должен помочь человеку, чтобы пациент, чтобы пациент вышел и остался довольным, да, чтобы он получил ту дозу информации, которая его успокоит. Я на своем канале поднимаю темы секса не совсем традиционного, я могу говорить о групповом сексе, о банальном сексе, и тут же получаю очень много негативной реакции, мне что-то пишут в комментариях, что Гарри в аду, или что это неестественный какой-то секс вы предлагаете, и сразу говорят, идите к врачам, они вам скажут, что это все неправильно наносит ущерб здоровью и так далее. Поэтому у меня к вам вопрос как к врачу. Какой секс мы можем считать естественным, нормальным, а какой за рамками? Ну, я именно как, в общем-то, занимающийся заболеваниями, передающимися половым путем, могу сказать, что какой бы ни был секс, главное, чтобы он был защищенным, да, то есть это известная фраза, не моя, да, но тем не менее, то есть я больше, именно моя задача позаботиться о том, чтобы не произошло заражение, о том, чтобы провести, допустим, да, там профилактическое лечение, то есть я в первую очередь об этом думаю. Понятно, что у каждого человека есть своя собственная вот эта база, скажем так, естественности, а моя задача, в первую очередь, именно сделать так, чтобы соблюдалась база венерологии. Хорошо, понятно. А еще я обратила внимание, что в области, ну, не только я, сами тоже врачи, говорят о том, что очень мало научных исследований в области секса. То есть не про болезни имеется в виду, а вообще о сексе, очень мало ученых занимаются, да, что такое секс, вот опять же, что нормальный, что ненормальный и так далее. Почему, на ваш взгляд, такое происходит? Нет, ну, они все-таки, если говорить о либидо, там, об эректильной дисфункции, они все-таки есть эти исследования, просто эректильной дисфункцией занимается там уролог, да, допустим. Вот, то есть есть все-таки исследования, определенные они есть. Другой вопрос, что насколько эти исследования, во-первых, проводятся и именно вот в смежных специальностях, как они взаимодействуют, то есть какие-то корреляции есть или нет, то есть это сложно сказать. И опять же, мне будет легче говорить там про те исследования, которыми я занимаюсь конкретно. Потому что я не могу на 100% сказать, что в области там каких-то пристрастий или там в области оргазма, либидо, эректильной дисфункции, что нет там исследований. Предполагаю, что все-таки есть. Просто это больше урологическое уже, это надо все-таки, наверное, там урологов, к урологам обращаться. Ну, обратимся к урологам. Хорошо. Интересные случаи из вашей практики? Вообще было много разных случаев, с которыми можно было бы поделиться. Были ситуации, когда, например, пациенты просто боялись даже анализы делать. Да, вот приходили, потому что они говорили, да нет, вы мне лучшее лечение назначите, профилактическое, потому что у меня был там контакт. А анализы я сдавать не могу. А анализы я не хочу сдавать, потому что я боюсь, что что-то вы мне скажете страшное. Ну и тогда, конечно же, то есть там вот приходится думать, какие были контакты, и чтобы помочь, чтобы провести профилактическое лечение в свое время. То есть анализы вы не берете в этом случае? Мы говорим о необходимости. Но я настаиваю. Но если пациент отказывается, да, он официально должен, он пишет даже, у нас там отказы есть, все это. То есть, ну вот, конечно же, мы пытаемся объяснить, что это нужно. Были такие ситуации. Были пациенты, которые, например, слишком много анализов хотели делать, это тоже проблема, потому что они считали, что мы делаем здесь анализ, потом мы идем туда, что нужно там перепроверить, а потом им кажется, что там что-то не то сказали. И карта, конечно, такая толстая получается, потому что огромное количество анализов. И в результате они успокаиваются? Ну, да, но у некоторых удается успокоить, но все-таки здесь уже больше, опять же, вот это... Психологический момент. Да, здесь сначала психологи, психотерапевты, потом и психиатры, если уже действительно какие-то там навязчивые, там, да, вот, сверхценные идеи и так далее. Вот. Много интересного, конечно же, можно рассказать на эту тему, но мне хотелось бы, чтобы самое главное вот во всей этой, скажем так, истории, чтобы всегда было помимо того, что, ясное дело, была защита, да, и профилактика. Вот человек, да, он как-то чувствовал, вот после контакта ему будет хорошо, да, то есть послевкусие, грубо говоря, потому что иногда многие, да, когда там знакомятся или пытаются с кем-то познакомиться, они как-то бросаются, потом у них все происходит, а потом мало того, что думать там о венерологии приходится, так еще и психологически как-то не очень хорошо. То есть важно все-таки и это тоже учитывать. И я думаю, что если человек будет об этом всем думать, то, возможно, это тоже одна из, ну, скажем так, профилактик. Да, тоже профилактика. Ну что ж, Георгий, спасибо большое за интересное интервью. Друзья мои, нужно предохраняться, тогда вы будете защищенными и правильно выбирайте себе партнеров для секса. И все будет хорошо.